В ходе контрнаступления Украина еще не привлекла 100% своих стратегических резервов. Из-за этого оккупанты паникуют, так как не знают, на каком из направлений эти силы будут применены. Об этом говорит военный эксперт Владислав Селезнев. Они пытаются переключить вектор внимания украинского генштаба с ситуацией на юге нашей страны. В частности, на юге Запорожской области, на ситуацию на Купенском направлении. По словам эксперта, сейчас ситуация на Купенском направлении стабильная, но имеет тенденцию к обострению. Подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии, так называемой Кантемировской, наступают на наши рубежи и позиции, пытаясь трансформировать свое численное превосходство в некие территориальные достижения, хотя успеха особого не имеют. Они имеют успехов, россияне, потому что украинские военные не дают возможности закрепляться на тех позициях, где оккупанты пытаются наступать, говорит Селезнев. Тем временем в Кремле пытаются сдержать панику, замалчивая и затыкая рты так называемым военкором. Причина в неудачах на войне в Украине. Об этом говорится в свежем обзоре Института изучения войны. Очередные неудачи враг понес в попытке вернуть утраченные позиции в Донецкой области. Там пытался наступать западнее Курдюмовки, Клещиевки, а также южнее Андреевки. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения на фронте. На Маринском и Шахтерском направлениях силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск. Основные усилия враг сосредотачивает на Запорожском направлении, а чтобы не допустить продвижения, ВСУ наносит авиационные удары. Несмотря на постоянные обстрелы россиян, силы обороны Украины продолжают введение наступательной операции на Мелитопольском и Бридянском направлениях. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по военным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Журналисты из The Wall Street Journal отмечают, что из-за запрета США на использование западного оружия для ударов по РФ, Украина продвинулась в беспилотной промышленности и стала одной из самых передовых в мире стран по использованию БПЛА. На заявление американских журналистов отреагировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Какое у нас может быть табу, если страна-акрессор против нас развернула огромную военную кампанию, если они убивают наших детей почти каждый день? Какие должны быть табу?» «По его словам» «У нас есть договоренности с партнерами, чтобы мы не использовали их оружие для ударов по территории РФ, чтобы их не обвинили в причастности к войне, которую развязала РФ. Но это не распространяется на оружие, которое производит наш военно-промышленный комплекс». Данилов подчеркнул, что достижения Украины в этой сфере будут одними из лучших в мире, потому что страна имеет боевой опыт его применения. Украина уже имеет определенные успехи производства БПЛА, но не все можно рассказывать. По его словам, в производстве важно делать акцент на качестве. «Они должны не только передвигаться, но и быть в соответствующем месте, в соответствующее время и сделать то, что они должны сделать». Напомним, еще в марте Кабинет министров Украины принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт и создаст условия для стремительного развития украинского Милтека. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Кроме того, в Украине началось строительство завода по производству БПЛА «Байрактар» от турецкой компании «Байкар». Об этом 10 июля сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. По его словам, кроме производства дронов, также планируется производство других секретных товаров. В России следствие засекретило дело террориста Игоря Стрелкова-Гиркина. В материалах дела есть сведения, содержащие государственную тайну. Об этом сообщил адвокат бывшего главы Министерства обороны так называемой ДНР Александр Малохов. Второй адвокат бывшего командира сепаратистов Гаджи Алиев подтвердил информацию и добавил, все заседания будут проходить в закрытом режиме. Террориста Игоря Стрелкова-Гиркина задержали в конце июля этого года. Его подозревают в публичных призывах к экстремизму. Суд отправил бывшего боевика так называемой ДНР под арест до 18 сентября. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что арест российского террориста Игоря Гиркина является показательным и стоит за этим испуг в Кремле. Отметим, российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что куратором террориста Гиркина был лучший друг Путина Юрий Ковальчук, сообщает Униан, ссылаясь на телеканал «Эспрессо». Также Пионтковский заявил, Гиркин – самый верный сторонник Путина. А Юрий Ковальчук – идеолог не только войны в Украине, но и мировой войны. Он навеял Путину идея о мировом господстве, о победе над Западом и о реванше за поражение Советского Союза. В Турции снова избили русских туристов. Инцидент произошел в одном из пятизвездочных отелей в городе Сиде. Как сообщают РосМИ, российские туристы стали участниками массовой драки с сотрудниками отеля. Кулаками не ограничились, в ход пошли даже стулья. По версии российских телеграм-каналов, турист из Подмосковья пошел на ужин в гостиничный ресторан со своей девушкой и сестрой. К сестре русского туриста начал якобы приставать пьяный гостиничный фотограф. После этого фотограф якобы начал драку с туристом из Эстонии. А россиянин бросился их мирить, но пришли охранники. Как сообщают телеграм-каналы, у туриста из Подмосковья якобы диагностировали открытые раны, синяки и травмы головы. Также пострадала девушка-россиянина. В Анталии жадные туристы пытались вынести из отеля 35 килограмм продуктов. Но их остановили сотрудники отеля. Очевидцы сняли скандал на телефон и выложили его в сеть. В сумках работники отеля увидели килограммы сухофруктов, яблок, снеков, конфет, газированные напитки, кусок масла, много сахара, чая и соусов. И на закуску тащили целую кучу пакетов с шампунем и косметикой. На кадрах слышно, как русская туристка оправдывается. Всю еду ей дали в ресторане. Потом заявила, что она взяла продукты на перекус в дорогу. Россияне часто стоят причиной скандалов в Турции. В июле этого года гражданин России на одном из курортов устроил скандал и хвастался, что убивал украинцев. Также отдыхающий страны агрессора угрожал украинке, нецензурно высказывался и оскорблял за национальную принадлежность. Сообщалось, что россиянина отправили в полицию. Лайма Вайкули навсегда отреклась от России. Артистка считает, что не доживет до тех времен, когда в стране-террористе что-нибудь изменится. А в сознании самих россиян произведут глобальные перемены. Латвийская эстрадная певица, осудившая кровопролитную войну в Украине, уверена, что никогда не выступит в России. Должно сильно все измениться. Должно снова случиться то, что было в 90-х. Надежда, вера, перестройку, лучшую жизнь, правду. В это хочется верить. Но я навряд ли доживу до этого времени. Поэтому я для себя решил, что никогда. Певица считает, что те, кто не зомбирован пропагандой, осознает все трагические последствия кровавой войны против Украины. Также Лайма Вайкули отметила, многие россияне смотрят на Путина, как зомби. Им прополоскали мозги. Вайкули вспомнил, что в последний раз в Украине была перед войной. Исполнительница признается, что ей больно видеть разбомбленные украинские города. Звезда отметила, что если бы все деньги, которые Россия тратит на бомбардировку Украины, тратила на свою страну и своих людей, то федерация могла бы процветать. Но Россия снова уходит в Советский Союз. Столько богатств, столько денег, вместо того, чтобы их давать в стране своим людям, они их тратят на вооружение, на то, чтобы бомбить Украину. Столько людей несчастных в России. Вам некуда деньги делать? Отдайте им. Отметим, на днях в Юрмале Лайма Вайкули провела фестиваль «Лайма-рандеву». Артистка в этом году сделала мероприятие благотворительным в поддержку Украины. Лайма пригласила выступить многих украинских звезд. В Подмосковье снова масштабный пожар. 3 августа произошел взрыв на кислородно-аккумуляторном складе в деревне Очкасово. Видео с огромным белым столбом дыма на месте происшествия распространяют российские паблики. По данным телеграм-канала ШОД, взрыв и пожар в Воскресенском районе Подмосковья произошли на территории бывшего завода «Красный строитель». Сейчас там хранят аккумуляторы. Площадь пожара охватила 400 квадратных метров. Сообщается, что в горящем помещении есть емкости с литием. Поэтому тушат пожар с помощью пены. Двумя днями ранее в этом же районе Подмосковья загорелась база стройматериалов в городе Люберцы. Тогда площадь пожара охватила 1200 квадратных метров. Примечательно, что масштабные пожары на российских промышленных предприятиях происходят едва не ежедневно. К примеру, в начале июля загорелся склад в подмосковной химках. А 29 июня произошел пожар в Нижнем Новгороде на территории завода по производству лакокрасочных материалов. В Украине разработали крылатую ракету, которая сможет обмануть российскую систему ПВО. Видеосюжет об украинских изобретателях опубликовал французский телеканал «Франц-24». Сообщается, что создатели ракеты с названием «Трембита» – добровольцы конструкторского бюро ПАРС, которые ранее изготовляли минометы. По их словам, производство ракеты будет в сотни раз дешевле любых западных аналогов. «Мы хотим истощить российские средства ПВО». Волонтёры конструкторского бюро отмечают, что с начала 2014 года их разработки не имели финансовой поддержки от государства. Но сейчас есть государственные деятели, которые готовы помочь с производством. Разработка, которая изготовляется предпринимателями, волонтёрами или какими-то инициативными группами, производится быстрее и дешевле. Дальность такой ракеты составляет более 140 километров, скорость – более 400 километров в час. На данный момент обсуждается возможность производства ракеты сразу в нескольких точках Украины. Субтитры создавал DimaTorzok